Привет, друзья! Меня зовут Алексей, и добро пожаловать в мою мастерскую. Сегодня мы с вами будем делать ручку из новой фурнитуры. Мы с вами будем тестировать новую фурнитуру, которая называется RZBPCL337SN. Что это означает? RZ – это Ziamen Regen, производитель. BPCL – BP – это Ballpoint, шариковая ручка. CL – это щелкающий механизм. RZBPCL337SN – номер модели, а SN означает сатин, никель. Давайте посмотрим на комплект. Итак, вытряхиваем содержимое комплекта. Латунная трубка. Соответственно, ручка будет состоять из одной части. Паркеровский стержень. Это значит, что ручка будет достаточно критична к тому, чтобы вот эту трубочку укорачивать. Обычно такое есть. Пружинка, которая будет подпирать стержень. Носик. Носик. Я такие носики не очень люблю. Мне больше нравятся прямые. Какая-то деталь металлическая. И пятка ручки с очень массивной клипсой. Причем на клипсах, соответственно, на винтиках. Очень интересно. И что же здесь? А здесь ручка. Рукояточка, так скажем. Дело в том, что данный ручечный комплект не совсем щелкающая ручка. Это скорее ручка с, как его правильно сказать, с винтовочным затвором, что ли. Давайте посмотрим на эту трубку. Что же в ней такое есть и что тут за механизм. Итак, выглядит так, что подпружиненный стержень будет давить внутрь пятки ручки. А здесь вы пользуетесь не кнопкой, а вот именно вот этой вот рукояточкой. Сдвигаете ее и защелкиваете. Как в затворе винтовки. И, соответственно, сбросив эту рукоятку, вы вернете ручку в обратное положение. Что ж, очень непонятный, очень интересный механизм. Давайте попробуем эту ручку изготовить. А из чего мы ее, соответственно, с вами будем делать? Мы ее с вами будем делать из вот такого бруска. Он достаточно неказистый. И такие бруски мне мастера стабилизации обычно присылают как бонус. То есть, заказываешь брусочка в пять, тебе бонусом кладут какой-то такой материал, который не очень сильно по цветам. Вот для тестовой ручки вполне пойдет. А чтобы это все сделать, у меня есть набор втулок. Набор втулок точно так же называется RZBPCL337BU. BU значит Bushings. То есть, втулки. Посмотрим, что здесь есть. Здесь, конечно же, всего две втулочки. И надо посмотреть, одинаково ли они размера. Значит, очень хорошо, что номер втулок совпадает с номером ручки. Это значит, что у нас нет проблем с тем, чтобы не угадать. Но я смотрю, втулки все-таки разного чуть-чуть диаметра. И надо прикинуть, какая из втулок пойдет на носик ручки, а какая на хвост. Это делается, по идее, сравнивая с деталями. Но я здесь, как бы, особой разницы-то и не вижу. Есть ощущение, что ручка должна быть тоньше у носика и толще у хвоста. Но это не точно. Вооруживший штангенциркулем я померил. Носик действительно тоньше, чем хвостик. Поэтому гипотеза моя была верная. Ручка будет тоньше у носика и чуть толще у хвоста. Буквально на один миллиметр. Ну что, давайте собирать. Итак, ручка готова. Что же такого интересного было во время ее изготовления? Ну, наверное, первая сложность, с которой вы столкнетесь, это просверлить отверстие, соответственно, вот в этой вот деревяшке. Я использовал вот это сверло. И для того, чтобы пройти ручку полностью, смотрите, вся спиральная часть сверла уходит в тело ручки. Соответственно, сверление должно быть аккуратным. То есть, аккуратно надо заходить, чтобы у нас никуда ничего не перекосилось и сверлилось все ровно, и не было биения. И почаще надо вынимать сверло из заготовки. Причем я вынимаю его, оставляя небольшой кончик в заготовке, чтобы не раздалбывалось входное отверстие. И щеткой счищаю всю стружку. Потому что, ну, в самом начале, конечно, сверление, она там такая кучерявая, большая. А когда вы погружаетесь в тело, стружка, ну, вы идете понемножку, стружка становится мелкой, она запрессовывается в спираль сверла. Когда вы чувствуете, что сверло пошло поплотнее, надо, соответственно, вынуть, почистить и идти дальше. Потому что иначе у вас деревяшку просто разорвет, если вы упорно начнете на всю толщину сверлить. Соответственно, когда в дереве скроется уже вся спиральная часть, то просто опилкам некуда будет выходить, ее разорвет в любом случае. То есть почаще вынимайте сверло, очищайте и дальше сверлите. И при сборке была тоже определенная тонкость. Всегда сложно запрессовывать вот такие вот оголовья. Оно, по-моему... А, кстати, коллеги, все гораздо проще. То есть можно было его отвинтить. Но я запрессовывал как есть. Почему? Потому что опора достаточно маленькая, и плоскость здесь достаточно маленькая, может перекосить это оголовье, соответственно, и сломать заготовку. Но ничего страшного, это я сам передурил немножко. Что можно сказать о самой ручке? Ну, в принципе, мне не очень нравится вот этот вот наклон носика. Я люблю носики, конечно, такие более прямые. И угол, чтобы был более острый. Но ручка-то, в принципе, вышла так достаточно неплохая. Здесь очень жесткая клипса, такая точно не раздолбается, тем более она на винтиках. Я не пробовал их отвинтить, но, скорее всего, они отвинчиваются. С точки зрения механизма работает достаточно четко. Можно пользоваться как кнопкой, то есть вы нажали и немножко провернули, защелкнули. То же самое в обратную сторону. Так и самим, самой вот этой рукояткой винтовочного механизма. То есть раз сюда и раз обратно. Работает четко, как часы. Как такая вот ежедневная ручка, ну, наверное, она тяжеловата все-таки с стабильной древесиной, но вполне пойдет. То есть можно было бы брать какую-то более дорогую стабилочку, либо использовать матуражку какую-то красивую. Кому-то, возможно, понравится. Но я не думаю, что этот набор прям такой ходовой-ходовой. Я эту ручку оставлю. Если только кто-то прям захочет такую себе заказать, я буду такие наборы брать. В запас я себе такие наборы не возьму. Будет у меня так для демонстрации находиться. Возможно, сам ей попользуюсь. Так-то, в принципе, она достаточно удобная. Но вот если только не держаться за оголовье, а вот здесь вот держаться, то баланс ручки удобен для того, чтобы писать. В принципе, можно даже писать достаточно долго. Но вот так вот вы ее не защелкните. То есть здесь нужен поворот. То есть для левши она, наверное, будет неудобна. А какова правша? Правша может, наверное, делать все большим пальцем. То есть левша так... А, ну левша тоже, в принципе. Может, можно приноровиться. Но как бы надо все равно ручку перехватывать. То есть нельзя просто вот с этого состояния так и раз и быстро сделать. Вы перехватываете ее. Очень специфичный набор. Но на любителя. Возможно, кому-то понравится. Ну что, друзья. Еще один набор вам в копилочку. Думайте, стоит брать, не стоит брать. Стоит делать такое или не стоит. Стоит ли заказывать такое у мастера или не стоит. А я на этом с вами прощаюсь. Ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok